Всем привет! Сегодня буду готовить вкуснейшую сочную картофельную запеканку с овощами. Как любят говорить в ютубе популярные блогеры, приготовила 30 порций и было мало. Приготовлю ее из продуктов, что есть в холодильнике. Вы можете экспериментировать с продуктами, какие есть у вас. Режем кружочками 1 килограмм чищенного картофеля, складываем в миску. Добавляем пол чайной ложки соли, 1 треть чайной ложки приправы для мяса, перчим. Все хорошенечко перемешиваем и оставляем в сторонку. Режем дольками 3 средних кабачка, чистим от кожицы 1 баклажан и нарезаем ломтиками. Также нарезаем 3 средних помидора. Берем одну большую луковицу и нарезаем полукольцами. Смазываем противень растительным маслом, у меня размером 30 на 20 сантиметров. И начинаем выкладывать слоями все ингредиенты. На дно выкладываем половину картофеля. Все последующие слои обязательно подсалываем. Сверху на картофель выкладываем половину кабачка. Берем 150 грамм фарша и выкладываем на слой кабачка. Следующими слоями выкладываем половину баклажана, помидоры и нарезанный лук. Сверху на лук выкладываем еще 100-150 грамм фарша. Вторую часть кабачка и оставшийся картофель. Берем 3 столовых ложки сметаны, добавляем 250 грамм воды, это приблизительно 1 стакан граненый. Перчим, добавляем пол чайной ложки соли без горки, перемешиваем. Равномерно ложкой выливаем сметану в запеканку. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Потом убираем в фольгу и посыпаем тертым сыром 100-150 грамм и отправляем снова в духовку, пока сыр не подрумянится. Вот такая красивая румяная получилась запеканка. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. На вкус она просто волшебная, очень сочная и все овощи замечательно сочетаются между собой. Когда готовлю эту запеканку, все домашние сами идут на ее прекрасный аромат. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Жду ваших комментариев, для меня они очень важны. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Желаю всем приятного аппетита, будьте здоровы, до скорых встреч! Продолжение следует...